здравствуйте дорогие друзья я рада приветствовать вас на канале творческая мастерская креатив меня зовут наталья и сегодня я хочу пригласить вас на мастер-класс на котором мы сделаем пасхальное яйцо с вышивкой лентами кроме вышивки лентами это яйцо украшено крошевом полубусина обтянута хлопчатобумажной тканью размер этого яйца 8 сантиметров если вам интересно присоединяйтесь ко мне подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии жмите колокольчик заходите в мою группу вконтакте которая так и называется творческая мастерская креатив и на страничку в instagram а сейчас давайте начнем наш мастерку для работы нам понадобится пенопластовая заготовка форме яйца эту заготовку нам нужно разделить на две ровные части вдоль здесь на всех пенопластовых заготовках есть такая вот линия окружности этой в шарах и в яйцах и мы ее карандашиком сейчас выделим чтобы ее было видно она нам будет нужна для того чтобы ровненько разделить наше яйцо на две равной половины так что выделяем ее карандашиком что было видно теперь берем сантиметровую ленту и измерим яйцо вокруг у меня получается 16 сантиметров то есть нам нужно разделить пополам 16 это получается по 8 сантиметров значит от этой точки где у нас край сантиметра мы откладываем 8 сантиметров и ставим точку мы прорисовали и ставим 8 сантиметров одну точку и второе это расстояние у нас равно 8 сантиметров и проверим это и с другой стороны тоже равно 8 сантиметров теперь мы находим центр на самой острой макушечке этой заготовки здесь тоже иногда бывает в хороших пенопластовых заготовках качественных уже стоит центр мы ставим здесь точечку и переворачиваем эту заготовку и ставим здесь тоже точечку здесь тоже вот у меня здесь отмечено уже и здесь отмечено теперь смотрите и соединяем линии все наши точки вырисовываем ровненькую линию стараемся чтобы она была ровная вот я соединила эту 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 точкой то есть разделила этой эту заготовку на две ровные половины так как мы будем декорировать тканью с этой стороны у нас будет ткань вообще-то бумажная с другой стороны у нас будет вышивка на ткани и для этого нам нужно здесь прорезать для этого можно взять макетный нож или обычный канцелярский нож но я возьму макетный нож и по этой нарисованной линии мы должны сделать надрезы надрезы нужно делать не глубокие но где-то на 0 5 на 0 7 миллиметров чтобы не нарушить структуру пенопласта если сделаем большие глубокие надрезы то пенопласт может раскрошиться и вывалиться это конечно нежелательно разделили яйцо прорезали по этому карандашной линии и теперь нам нужно сделать для выкройки я возьму кусочек такого вот прозрачного целлофана это с файла и буду прикладывать на заготовку этот кусочек я приколю верхней точке теперь приколю в этой нижней точке и по бокам где у нас пересечение двух линий вертикальной и горизонтальной заколола берем обычную ручку и начинаем прямо рисовать по целлофану что получается складки это ничего страшного целлофан же не растягивается а ткань у нас прекрасно ляжет когда мы будем обтягивать обязательно поставлю центр здесь тоже отмечаем другой стороне цель на целлофане обрисовали булавки можно все убрать яйцо нам тоже пока не нужно не нужно и сейчас мы обрисуем красиво и ровно эту линию которую мы обрисовывали на яйцо это мы сделали выкройку без припусков на швы нам здесь еще нужно сделать припуск на швы но это мы сделаем немножко позже обрисовали получилось у нас такая выкройка по которой мы будем делать выкройку из ткани для того чтобы обтянуть яйцо теперь нам нужно эту выкройку перенести на кальку так как нам нужно сделать рисунок для вышивки берем кусочек кальки прикладываем на этот уже на этот целлофан и обводим карандашиком обязательно ставим центр этот можно уже на целлофане убрать а здесь мы ровненько обрисуем все на кальки ярко обрисуем чтобы было видно обязательно отметим центр я еще раз повторю что это выкройка у нас дана без припусков то есть мы будем прикладывать вырезать и прикладывать и еще будем делать припуск так как я уже говорила яйцо у меня обтянута с двух сторон тканью с одной стороны просто ткань а с другой ткань на которой сделано вышивка лентами и для и для того чтобы сделать вышивку нам здесь нужно сделать рисунок рисунок можно взять с интернета можно нарисовать самому я вот сделала такой рисунок вы можете воспользоваться этим рисунком его вы найдете моей группе вконтакте которая так называется творческая мастерская креатив и этот рисунок я кладу на стол сверху кладу калечку совмещаю серединочки я уже сделала что цветы у меня будут по центру крупные и маленькие сверху и внизу и все это обвожу и получается вот такой рисунок вот такой рисунок лента через такое полотняное переплетение очень хорошо проходит и не махрится значит на эту ткань льняною нужно перевести рисунок рисунок я буду переводить при помощи копировальной бумаги копировальная бумага тоже бывает красная зеленая черная я вот перед перевожу все свои рисунки на через красную бумагу если будете переводить через черную бумагу то вы будьте немножко аккуратно так как черная бумага очень сильно пачкает ткань кладем наш рисунок на кусочек ткани закалываем булавочками теперь под бумагу то есть между бумагой и ткани у нас должна быть копировальная бумага смотрите копировальная бумага имеет две стороны с этой стороны у нас краска а с этой стороны у нас чистая гладкая бумага значит краской нужно бумагу класть на ткань прикладываем берем карандашик и начинаем обводить в этом рисунке мы вот эти круги обводить не будем мы обведем только вот эти вот черточки и с легким нажимом мы обводим черточки я еще раз говорю вот эти круги переводить не будем не будем создавать лишнюю грязь на ткани также мы переведем эти черточки для листиков не будем переводить листики кружочки как я сказала и бутоны посмотрим что получилось снимаем кальций смотрим что получилось видите очень хорошо все видно можно даже немножко себе подрисовать черточки эти также мы смотрим на саму рисунок и немножко подрисовываем рисунок перевели это далеко не убираем потому что при вышивке нам всегда нужен под рукой рисунок теперь этот кусочек ткани мы будем запяливать пяльца пяльца все знают это два разъемных кружка как запяливать кладем нижний кружок на стол сюда кладем ткань верхний кружок сверху и защелкиваем немножко подкручиваем винт и начинаем натягивать натягиваем так чтобы рисунок у нас не перекосился у нас здесь идет долевая здесь идет поперечная если вас натяжка устраивает а натянута должно быть умеренно то есть ткань не должна провязать но тоже время не быть как барабан мы еще сильнее подкручиваем винт вот мы запялили ткань в пяльце ленты я для вышивки использую атласные ну как они не атласные такие полиэстеровые но называется атласные ширина этой ленты 6 миллиметров для этого рисунка я взяла два оттенка розовых это светло розовая лента немножко потемнее и для это будут у меня три розочки и для вот этих маленьких я взяла такого кремового цвета ленточку но прежде чем вышивать ленточками нам нужно сделать контур через которые мы будем пропускать нашу ленту для этого возьмем обычные швейные нитки заправим в обычную иголку цвет ниток должен совпадать цветом лент вот я буду вышивать этой лентой значит ниточки у меня по цвету подходят и вышиваем вот эти контуры лучики то есть иголочку с обратной стороны мы вводим в центр там узелок обязательно и вкалываем в первый лучик затягиваем теперь с другого угла верхнего угла следующего лучика выводим иголку и входим в центр хорошо затягиваем с третьего лучика с края выводим иголку и опять же входим в центр и очень хорошо затягиваем чтобы у нас эти нитки не провисали что когда мы под них будем подводить ленту чтобы они не оторвались и не провисли ну и последние и все сходит у нас к центру так сделали переворачиваем наизнанку хорошо все подтягиваем и хорошенько закрепляем можем можно даже проколоть ткань несколько раз не откладываем ну и теперь мы будем здесь вышивать розу вышиваю я гобеленовыми иглами вот они себя представляет такая игла с тупым концом и с очень большим ушком отрезаем кусок ленты не нужно отрезать метр-два достаточно на такой рисунок на такую розу достаточно где-то полметра отрезаем под углом под углом 45 градусов и вот этот получившийся острый уголочек ленты вводим в ленту не делаем никаких закрепок ничего здесь если лента размахрилась то ее тоже немножко подрезаем и начинаем вышивать выходим между лучиком не самого центра а между лучиками иголку не дергаем а такими круговыми движениями мы ее подтягиваем и выводим здесь получившийся на изнанке хвостик немножко палим при помощи зажигалочки и в то же время его будем придерживать при вышивке теперь смотрите начинаем вышивать здесь у нас идет такой стежок лучик будем называть мы этот пропускаем и проходим следующий под иголку не цепляя ткань а именно под ниткой подтягиваем здесь подтягиваем сначала сильно формируем формируем в середину бутон середину нашей розы будущее теперь смотрите если мы здесь прошли под ниткой то теперь мы эту нитку пропускаем и входим под следующую опять подтягиваем формируем серединку далее опять эту пропускаем входим под то есть чередуем одну нитку лучик пропускаем следующую входим под нитку здесь можно сильно затянуть сделать такую красивую серединку то же время не забываем сзади придерживать пальцем опять здесь мы вышли из-под нитки значит эту нитку пропускаем а под эту входим старайтесь не цеплять не ткань не ленту опять пропускаем сюда входим опять эту пропускаем сюда входим немножко расправляем иголкой формируем лепесточки ничего что лента перекручивается тогда же получается очень красиво опять пропускаем лучик под следующую ниточку входим и так продолжаем до тех пор пока у нас получится красивая полноценная роза цветок я обычно обкручиваю эти нити до тех пор пока их не видно как уже их не пол не видно на ткани так я уже перестаю обкручивать эти нитки здесь уже не нужно сильно натягивать здесь уже ленточка пусть идет свободно пусть формируются такие красивые повороты и лепесточки очень простой и доступная такая вышивка роз и в то же время это розы получается очень красиво и они красиво получается на маленьких изделиях на одежде очень красиво получается на игрушках особенно медвежатах и зайчатах и на таких пасхальных яйцах пасхальных сувениров ну вот я считаю что уже не так ниток нигде не видно я так думаю что уже пора заканчивать эту розу я вожу иголочку во внутрь не дергаю а подкручиваем и выводим и здесь можно оставить не сильно затянуть эту ленту оставить такой стежок небольшой как лепесток. Теперь смотрите, на изнанке я обрезаю, беру зажигалочку и край немножко подпаливаю. Этот второй, который торчит, тоже подпаливаю, немножко прижимаю, а они друг к другу приклеиваются. Вот у нас такая получается изнаночка и такое получается лицо, такая получается симпатичная роза. Теперь нужно вышить все розы. Для вышивки листиков я беру зеленую ленту. Ширина этой зеленой ленты тоже 6 миллиметров. Здесь я вышила листики лентами двух цветов, светлыми и темными и сделала бутончики. Сейчас мы с вами вышим листики. Для этого отрезаем небольшой кусочек ленты. Край ленты мы срезаем под углом сорок пятер градусов. Берем иголочку и вставляем ленту в иголку. Никаких не делаем ни закрепок, ни узлов, ничего. И начинаем вышивать листик. Немножко отодвигаем розочку, чтобы у нас листики выходили прямо непосредственно из-под цветка, они рядом с ним. Поэтому отодвигаем розочку, прокалываем, выводим иголочку такими легкими движениями с прокрутом. Не нужно дергать, чтобы не порвать ткань и ленту. Выводим ленточку на лицевую сторону. На изнанке мы держим пальцами. Теперь раскладываем ленточку на ткани в том месте, где мы рисовали листик. Немножко делаем чуть-чуть напуск, подвигаем ленточку, то есть делаем напуск и прокалываем ленту вместе с тканью таким образом. То есть делаем прокол по середине ленты. В то же время прокалываем все вместе и ленту и ткань. Теперь тоже аккуратненько прокручиваем и тянем ленточку. Не дергаем, а потихоньку тянем, чтобы она красиво у нас завернулась и получилась форма листика. Немножко поправляем листик, поднимаем, чтобы он был так слегка объемный. С этой обратной стороны этот хвост подрезаем ножницами и поджигаем этот хвостик, слегка поджигаем и немного придавливаем ткани. Он приклеился за счет того, что лента нагрелась и расплавилась, она приклеилась к ткани. Еще раз покажу вам, как сделать такой листик. Но давайте вам покажу еще здесь. Отодвигаем розочку, вкалываем булавку, не тянем, выходим. Здесь смотрим, чтобы лента не провисала, а лежала ровно. Раскладываем ленту на ткань, распрямляем, раскладываем, формируем красивую и прокалываем ленту в серединочке вместе с тканью. Можно сделать чуть-чуть меньше. Немножко делаем напуск и немножко сделаем здесь лепесточек поменьше и прокалываем ленту вместе с тканью и подтягиваем и делаем такой красивый острый лепесток. Аккуратно подтягиваем, не дергаем, чтобы туда вся лента не заскочила. Можно немножко иголочкой поднять, сделать объемные. Вот такие листики, маленькие, все вышиты таким способом. Вышиты все листики. Еще нужно здесь вышить листик и вышить здесь листик. Сейчас вам покажу, как сделать вот такой маленький бутончик. Для этого ленту отрезаем. Еще такой момент, когда мы вышиваем лентами, например, вышили листик здесь, а нам нужно сделать. Не нужно делать такие длинные перетяжки лентами. Лучше ленточку отрезать, при поджить немножко, подплавить ее. А здесь с новой ленточки нашивать новые листики. Потому что вот эта перетяжка этой ленты, она создат, создаст лишнюю толщину. Так как у нас узор маленький для яйца, а не для кашкатулки, например, то перетяжки делать не нужно. Вообще нежелательно в лентах делать такие длинные по изнаночной стороне перетяжки. Вышиваем бутон. Возьмем розовую ленту, в небольшой кусочек и в этом вот месте, в ищем бутон. Здесь не нужно под самую ленту уходить. Здесь можно отступить пару миллиметров и вышить просто прямой стежок ленточный. Ровно разложить и вышить прямой ленточный стежок. Но не очень длинный, где-то 3-4 миллиметра. Пусть он даже если у нас закрутился. Ничего страшного. Эту лишнюю ленту сзади опять же отрезаем. И обрабатываем зажигалочкой. Теперь мы заправляем зеленую ленту, какой бы вышивались у нас листочки. И здесь уже нужно отодвинуть цветочек. Смотрите, выводим иголку с этой стороны. Не по прямой, где мы выводили ленточный стежок, а сбоку. Протягиваем ленту. Теперь разворачиваем ленту. Проходим иголкой под стежком, чтобы зеленая лента у нас прошла под розовым стежком. Расправляем и если мы вышли с этой стороны, то прокол делаем с противоположной стороны вовнутрь. Получается у нас бутончик. Все наизнанке отрезаем и обрабатываем зажигалочкой. Теперь еще нужно вышить здесь два листика зеленых и вот эти вот все места пустые. Как у нас здесь на картиночке, можно пришить белые бусики, маленькие, трех размер 3 миллиметра, желтенькие, голубенькие, какие кому нравятся. Так что сейчас я дошью вот эти два листика и пришью бусинки. Лентами вышит весь рисунок и теперь, как на картиночке, можно пришить бусинки. Можно не следовать картинке, можно пришивать бусики там, где вам нравится. Как пришиваем бусинки? Берем просто швейную иголочку, делаем узелок, ниточку обычную для шитья и пришиваем бусинки. Можно по одной, можно по две. Я уже говорила, что у меня это бусинки маленькие, размер этих бусинок 3 миллиметра. Так и пришиваем здесь, здесь вот в серединке можно пришить. Вот по такому принципу мы пришиваем бусинки. Серединке здесь, здесь, здесь. Когда будут у нас пришиты все бусинки, нам эту вышивку нужно снять с пялец и поутюжить, чтобы убрать след, который получился от пялец. Теперь мы сделаем выкройку для того, чтобы все это нам перенести на ткани. То есть мы с этой калечки обрезаем по вот этой линии, делаем бумажную выкройку. Это у нас выкройка без припусков на швы. Берем уже готовую вышивку отутюженной. Саму вышивку утюжить не нужно, только нужно отутюжить след от пялец. Прикладываем. Здесь мы будем переводить на лицевой стороне. Прикладываем. Так как у нас калька просвещается, мы с вами видим нашу вышивку, наши вышитые цветочки. Берем карандаш и слегка делаем такие пунктирные линии. Не надо нажимать сильно. Обязательно ставим вот эту линию. Здесь можно посильнее, она все равно у нас уйдет вовнутрь. Также с этой стороны ставим линии, центровую линию. И тоже без нажима переводим выкройку. Это мы перевели эту выкройку на вышитый рисунок. Для обратной стороны яйца я взяла такую ткань, это хлопок. Здесь мы будем переводить на изнаночной стороне. Также соблюдаем долевая, поперечная. Кладем выкройку и обводим. Тоже не нужно нажимать сильно. Тоже можно центр поставить. Здесь не обязательно центр ставить. Это здесь мы в этой поставили центр, чтобы у нас вышивку не перекосило. И все это нужно будет вырезать с припуском где-то 0,5-0,6. Если очень сильно сыпется, как вот лен у меня, можно сделать сантиметр. Детали вырезаны с припуском. И теперь этими деталями мы будем обтягивать яйцо. Я сейчас вам покажу, как это сделать. Здесь мы делали черточки для центра. Ставим центр на центр. Закалываем булавочками с этой стороны. и ставим центр на центр. Закалываем здесь. Теперь находим. У нас получается здесь серединочка. прикалываем булавкой. И здесь внизу. Тоже прикалываем булавкой, чтобы нам равномерно обтянуть яйцо. И теперь берем что-нибудь такое не сильно острое. Я беру вот этот макетный нож. У меня с этой стороны острое, а с этой стороны тупое. И начинаю вталкивать ткань в эту прорезь. Обтянула одну половину яйца тканью с вышивкой лентами. И теперь нужно обтянуть эту часть яйца. Для того, чтобы было удобно обтягивать тонкой тканью эту половину яйца, можно сделать еще дополнительный разрез. Также сначала нарисовать, а потом разрезать. Так будет лучше обтягивать и будет красивее яйцо выглядеть. Здесь прорезали. А вот эту заготовку, которую мы выкройку вырезали, ее сложить пополам и разрезать посередине. И этими деталями, которые получились, обтянуть две половинки. Обтянуть эту половинку и обтянуть эту. Точно так же, как я вам говорила, что берем тупой конец неострый и аккуратненько все по кругу. Сначала посерединке. Нужно потом так по кругу. И так обтянем две половинки. Обтянутое яйцо тканью нужно украсить. Закрыть вот эти все линии, где мы обтягивали тканью. То есть, куда мы вталкивали ткань, вот эти все линии нужно закрыть. Для этого я беру кружево, лента атласная, цвет вышитых роз и такая лента с полубусинами. Я уже вот оклеила все эти стороны. Сейчас я покажу, как приклеить. Отклею я на термоклей. Сначала приклеиваем ленточку. Наношу клей и приклеиваю ленточку ровно. Этот хвост можно отрезать. Далее на ленточку я приклею кружево. И приклею вот эту тесьму с полубусинами. Но здесь нужно приклеить в такой последовательности. Если яйцо будет стоять на подставочке, то вот это место на него полубусины приклеивать не нужно. Иначе яйцо будет очень плохо стоять на подставочке. Если же яйцо не будет стоять, то все можно круговую оклеить. Лишнее срежу. Вот у меня получилось. Если вам захочется сделать подвесное яйцо, то можно сделать такую петельку и вставить сюда. И яйцо можно будет повесить. Если у вас есть подставка деревянная, вот как у меня, то яйцо можно поставить, а можно его прямо приклеить. Прямо к этой подставочке приклеить. И у вас получится такая долговечная пасхальная композиция. Вот такое яйцо пасхальное мы сделали на нашем мастер-классе. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Заходите в мою группу ВКонтакте, которая называется Творческая Мастерская Креатив. И на страницу Инстаграм. И до новых встреч на новых мастер-классах на канале Творческая Мастерская Креатив. И до новых встреч на канале Творческая Мастерская Креатив. Творческая Мастерская Креатив.